В проектном институте Велена Курилина работает уже 10 лет, но из декретного отпуска на родное предприятие ЕХОД закрыт. Руководство Далинергосеть проект приняло решение ликвидировать институт и сократить всех его сотрудников. Конечно, это все грустно, это все очень тяжело для нас, потому что предприятие работает давно, на предприятии работают опытные, квалифицированные специалисты, которые любят свою работу и трудятся с полной отдачей. Конечно, нам хотелось бы, чтобы все возродилось, чтобы была возможность нам вернуться на наше место работы. Слухи о том, что институт закроют, на предприятии ходили давно. Зарплаты задерживали, кое-кто попал под сокращение еще задолго до этого месяца. Поэтому сотрудники беду встретили во всеоружии. Сразу обратились в лектор профсоюз, написали письмо губернатору, даже президенту. А сегодня они вышли на пикет, требуя любыми способами спасти институт. Да, мы пережили 90-е годы, люди ходили в неоплачивом отпуска, но это было специально сделано для того, чтобы люди понимали, что надо сохранить институт и сами добровольно шли на это. Сегодня же речи о сохранении института не идет, нас просто разгоняют и все. Это единственный на Дальнем Востоке институт, который проектирует сложные объекты в сфере энергетики. Без рабочих мест могут остаться более 200 профессионалов. Эти люди проектировали энергоснабжение всего Дальнего Востока, саммита ОТЭС, олимпийских объектов. К ним обратились за помощью, когда нужно было провести подводный кабель в Крым. И в один момент огромный опыт специалистов превратили в бесполезную ношу. Получается, я выйду на рынок труда, чтобы сохранить свою специальность, я здесь работы уже не найду. То есть мне надо будет или поменять профиль, в принципе тогда 5 лет моего стажа, который я здесь нарабатывал опыт, шишки набивали везде на новых проектах, старые прорабатывали. Я это все потеряю. Чтобы мне свою специальность сохранить, у меня не останется выбора, как уехать с региона. На этом держится экономика нашей страны, как бы это пафосно не звучало. Я хочу работать, я хочу кормить свою семью. Я не хочу идти на улицу, там моим знаниям нет применения. Компания, в свою очередь, равнодушна не осталась. Сотрудников обещают пристроить филиалы или преподготовить по востребованному профилю. Вот только борются эти сотрудники не за собственную судьбу, а за сохранение целого коллектива. Бок о бок с миссионерами, которые посвятили предприятию всю жизнь. Работала, придя молодым специалистом в 62-м году. Это как раз время, период, когда был организован институт энергосеть проекта. Вот то, что происходит сейчас, это просто не может быть. Это просто невозможно. Потому что, ведь энергетика Дальнего Востока, она что, умирает, что ли? А проектирование – это составная часть энергетики. Пока до конца непонятно, почему институт закрывают. По словам директора, бизнес прибыли не приносит. Зарплату платить нечем. По словам сотрудников, заказы хоть и небольшие, но все же есть. Пока выход видят только такой. Новое руководство, то есть компания, которая возьмет институт под свое крыло. Пикет закончился, и люди вернулись на работу, которая пока у них есть. А вот есть ли будущее у института с богатым прошлым и значительными достижениями, остается только надеяться. Наталья Ладудька, Александр Бартовщук, Новости на Восьмом.